21 век дал активным пользователям интернета оплачивать всевозможные услуги, не выходя из дома или офиса. Однако популярное и бесплатное приложение «Мобильный банк» за экономию времени, как оказалось, берет слишком дорого. Через эту программу вирус легко попадает в телефон и считывает личные данные. А после владелец счета узнает, что деньги исчезли. Подобная история произошла с молодой мамой в Абакане. «Самое интересное, что вот это смс-сообщение, которое мне приходило с неизвестного номера, там была ссылка. То есть я открыла это сообщение, и эта ссылка пошла на скачивание, но мне телефон сказал, что посторонние приложения скачивать нельзя. Я пошла, зашла с телефона, с компьютера, смотрю, авито. Я не придала этому значения, это было утром в тот день. С вечера пришли сразу 5 смс, я подошла в телефон, взяла, увидела, что идет списание с карты. Ну, было уже поздно». Елене, если можно так сказать, повезло. Утром она сняла крупную сумму денег, воры смогли увезти оставшиеся 3000 рублей. Как только женщина обнаружила, что баланс равен нулю, она сразу обратилась в полицию. Уголовное дело завели, телефон забрали на экспертизу. И, скорее всего, там найдут вирусную программу. «В Абакане было зарегистрировано более 300 случаев мошенничества, то есть потерпевшими становились жители нашего города. Однако мошенники находились, как правило, в центральной, в южной частях России. Туда были направлены материалы дел». То есть о том, что деньги ушли в неизвестном направлении, обнаружить можно и на следующий день, и через неделю, смотря, как часто проверят счет. И поймать киберпреступников удается редко. Украденные деньги мошенники проводят через несколько счетов, и найти концы сложно. В интернет-форумах можно найти тысячи историй, как мошенники с помощью мобильного банка обманывают владельцев банковских карт и воруют деньги. Ловкостью их можно только позавидовать. Например, есть такие вирусные программы, которые блокируют смс-оповещения о том, что деньги были сняты, и узнать о своем балансе можно только, если его самому проверить. В основном этим страдают владельцы смартфонов на андроиде. Защитить своих клиентов банки на 100% пока не могут. Чтобы не стать жертвой мошенников, вариантов осталось немного. Поставить проверенный и надежный антивирус на свой мобильный и не скачивать приложение, где требуют личные данные. Мария Добрынина, Дмитрий Кузнецов, Сергей Казмин, Вести Хакасия.